Как вы ответите тем скептикам, которые, вот как только произошло ваше назначение на Совет Прикору, так стали говорить, что это назначение, это большая ошибка президента Зеленского, потому что вы можете стать, в общем-то, и опасным оружием против него самого, и это только вопрос времени. Ну, это такое, во-первых, оружием чего? Что у меня за там какая-то там, у меня под руководством, спецназы там, или армия какая-то, или что там, да, конечно, нет. Я думаю, желаю президенту Зеленского много лет успешного управления, желаю ему второго срока, что означает, что первый срок должен быть успешным, я ему желаю, чтобы реально он предварил то, что он сам хотел, люди хотят ему, хотели и видели, что он это сделает, чисто по-чински ему хорошо отношусь очень, но с другой стороны, я могу сделать то, что я могу делать, я не могу выше головы прыгнуть, вот я, у меня есть конкретный участок работы, сейчас я еду на работу, чтобы встречаться опять с министрами, там с депутатами, сейчас под Нандропольжем, например, мы строим кодекс. Много десятилетий в Украине не было правильной законодательной базы для регулирования нетр. Украина очень богата, в Украине 20% запаса мирового титана, на Украине сберили литий, множество других металлов, тут можно строить малый один реактор, но если не урегулировать это законом, опять пролетит всю трубу, а до сих пор это регулируется под законными акциями. Почему? Потому что каждый новый министр эколог, который заходил, под сива подгребал свой, как это Злачевский и так далее, лицензии, никому больше ничего не досталось, Бойко тоже и так далее. То есть, вот я конкретно сейчас этот кодекс мы вместе пишем и это предложу. Это полезно, я думаю, все равно это будет полезно. Примут это в этом парламенте, надеюсь, что да, когда-то кто-то примет.